Добрый день! Сегодня мы рассмотрим кубик 3х3 от компании Dayan. Это не первый магнитный кубик от этого производителя. Сейчас он называется Dayan Guhong V4M. Четвертая версия легендарного Guhong, который был когда-то Dayan II. Причем в стародавние времена было две версии. Третья версия уже была магнитная, и вот пришла пора четвертой. Красивая коробочка. Название. Видим, что двоечки нет. Dayan II Guhong V4M кое-где подписывает, но на коробке этой двойки нет. Dayan 3х3. Здесь различная техническая информация. Видим, что поставляется в черном пластике и в цветном. У нас, естественно, в цветном. Открываем. Кубик. Коробочка с аксессуарами. И подставка. V4M. Что здесь? Здесь мешочек. Брандовый мешочек Dayan. Такого, мне кажется, у меня еще не было. Помещается ли кубик? На удивление, да. Наверное, поместится даже 6х6. Да, поместилось. Все хорошо. Ну, мелочь, а приятно. Хотя и делает кубик дороже. Дальше. Отверточка. И большая инструкция. Здесь. Видимо, Фридрих. F2L, видим. OVL. И PLL. По-китайски. По-английски. Хотя тоже с китайским. Ну, короче, Фридрих. А, здесь язык вращений и метод для начинающих. А здесь уже полноценный Фридрих. Фридрих или Сифилоп. Так. Отверточка необычная. Не стандартная. Но путь у нее один. Отправиться на кладбище отверток. Это далеко не все мои отвертки. Здесь только отвертки и ключики. Гановские. Ну, примерно вот так кладбище-отверточка выглядит. Многие растерялись. Разобрались по рукам. Заиграли с детьми. Ну, это то, что осталось. Рассмотрим сам кубик. Логотип здесь такой серебряный или серый. Если возьмем Гухонг 3 и Тэнг Юн, там логотип был черный. Обычно на каких-то всяких премиум-версиях делают золотой логотип. Но здесь такой платиновый, серебряный, серый. Выбирайте название по вкусу. Это кубик недорогой. Но дороже примерно в полтора-два раза, чем магнитный Литл Мэджик и Миланг 3М. Но в нем нет каких-то сверхъестественных систем регулировки магнитов или пружин. Это обычный классический кубик. Мне очень понравился Тэнг Юн, в котором как раз все это есть. Гухонг 3 мне не подошел исключительно из-за размера. Он был 54 мм. А это полноразмерная версия. 56 мм. Кубы размером 54 мм мне не нравятся, поэтому с ним мы сравним только строение. Ну, а эти тоже по строению сравним. Тэнг Юн и Гухонг 4М. Давайте вращать. Давайте смотреть. Кубик, как я сказал, 56 мм. И сразу в руках чувствуется, какой он легкий. Вес 67 граммов. Что всего лишь на 4 грамма больше, чем Ганн 11М. Который, ну, компания Ганн как могла облегчала. Изначально я взял кубик в руки, и он мне показался совсем неконтролируемым. Мне виделось, что судьба у этого кубика примерно такая же, как у RS3 M2020. М2020, чуть не перепутал название. Судьба, что выпустили кубик со слабыми магнитами. И он понравился в основном тем, кто не крутил до этого магнитные кубы, или любителям слабых магнитов. И с таким ощущением я открутил на нем сборок 700. Мои результаты были грустны. Ну, 16-17 секунд в среднем. И я уже планировал записывать не очень позитивный анбоксинг. Но, немного свое мнение потом поменял. Причем, когда я вот первые сборки на нем делаю, и он меня так настораживал, я еще подумал, что если вот такая неудача с Гухонгом 4М, что у него опять будут слабые магниты, то что же там за мегаминус, который ко мне на тот момент еще ехал. Но, сейчас он приехал. Я его активно тестирую, и с ним все в порядке. Это отличный мегаминус. Видео будет попозже, недельки через 2-3. Пока я его кручу и наслаждаюсь. Постоянный зритель моего канала могли заметить, что после видео про миксап с кубы, достаточно свежей головоломки, не вышло ни одного видео с новинками, которые я тогда еще анонсировал. Все дело в том, что модная нынче хворь не обошла меня стороной, и в январе я сильно заболел. Не было настроения что-либо крутить, снимать, и я выкладывал 2 раза в неделю уже те видео, которые были сняты заранее. И первые 700 сборок я собрал именно в таком не очень здоровом состоянии. Решил отложить, дабы не портить совершенно впечатление о кубике, то что пальцы не особо слушались. И спустя несколько дней, когда я уже пошел на поправку, я докрутил оставшиеся 300 сборок. И кубик повел себя совершенно по-иному. Либо он притерся за эти 700 сборок, либо так поменялось мое мироощущение из-за выздоровления, но это оказался практически идеальный куб. Да, он по-прежнему вращается очень легко, в нем чувствуется прям воздушность. Такой вот только в ганнах есть, это нелегкие. Магниты здесь хоть и не очень сильные, но достаточные для нормального контроля. Даже когда только начинал его вращать, вроде бы вот так вот хорошо схватывается, а во время сборки не хватает. Но на деле последние 300 сборок, которые я открутил на этом кубе, позволили мне улучшить сотку. Да, на несколько сотых. Также многие знают, что я тренирую 3х3 только когда ко мне приходят новые кубы, либо перед соревнованиями. Соревнований нет, а вот когда новые кубики приезжают, я кручу на них тысячу сборок. Поэтому прогресс мой не очень быстрый, но он потихоньку идет. Давайте технические характеристики. Углорез шикарный. Обратный тоже есть. Есть у него, конечно, предел. Уголки флипнуть можно, но это может произойти только если вы кубик очень долго не будете смазывать и будет возникать лишняя сила трения из-за этого. А так в основных сборках такого не происходит. Сейчас он либо притерся, либо изначально был таким, но я этого не распознал. Но сейчас кубик практически идеален. Стоит ли его покупать? И на какой кубик он больше всего похож? Ну, понятно, что недавно я нахваливал кубик Yuxin Little Magic магнитный, который и они чем-то похожи. Ну, легкость у вращения, силы магнитов. Это и, в принципе, похожие кубики. Очень схожи по вращению, но Дайан как-то плавнее, веселее, немножко приятнее. Он и стоит в российских магазинах около 1000 рублей, когда Little Magic стоит 500. Меня часто спрашивают, какой кубик купить новичку первый после немагнитных кубиков. И в каждом видео про 3х3 я об этом рассказываю. На данный момент мне больше всего нравятся из бюджетной категории кубики Yuxin Little Magic магнитный и Meelong 3M. Кубик RS3M 2020 я считаю неудачным, как и сами производители, которые выпустили версию с нормальными магнитами, но она особо нигде не продается. Meelong 3M и Yuxin Little Magic это из самой дешевой магнитной категории. Следует помнить два тезиса. В моем понимании магнитный кубик всегда лучше немагнитного. И любой бюджетный магнитный куб лучше, чем RS3M 2020. Имею ввиду современные кубики Yelong 2M, Tunderclub V3M вот из этих. Там вышли кубики бюджетные магнитные от компании Dian Sheng, которая подарила нам Fly Mouse. Предыдущее видео было про него. Обязательно куплю там с 2х2 по 5х5 все есть. Dayan Guhong достоин внимания. Но если это ваш первый магнитный кубик, вы можете выбрать что-то подешевле типа Yuxin. Но если вам 1000 рублей не жалко, плюс доставка если это в России, то тоже отличный вариант. Что в нем хорошего? В нем нет каких-то там систем настроек, заморочек. Бывает такое, что начинающий кубер купит себе какой-нибудь там дорогой GAN, накрутит, навертит настроек, все испортит и не может нормально крутить кубик. Бюджетные кубы лишены такого недостатка. Я на этом кубике не делал ничего, только смазывал жидкой, густой и опять жидкой смазкой. То есть первые 700 я экспериментировал жидкая густая, после я остановился только на жидкой смазке. И меня вращение полностью устраивает. Сейчас еще ко мне едет кубик MSV1, MS3V1, вот там дизайнер конкурент. Посмотрим что за кубик и очередной 1000 я на нем конечно же откручу. Сейчас давайте посмотрим строение. Для начала изменилось ли оно относительно третьей версии. Вот этот кубик третья версия, вот этот четвертая. Мы видим, что ребра практически одинаковые. Разница в размере. Хотя ножка у ребра поменялась. Такие же здесь волнистые линии, но ножка стала более развитой у четвертой версии. С красной ножкой третья версия, с зеленой четвертая. Опять видим, что общие тенденции похожи, но сама ножка немножко другая. Какие тут перфорированные элементы появились, многосвойность, у третьей версии все попроще. То есть можно сказать, что естественно есть преемственность, но кубы не одинаковые. Ну и сравним с тенгьюнг 2. Видим, что ну совсем не то. Не дублировали. У тенгьюна гораздо сложнее строение. Ну и уголок. Это уже не говоря о магнитах всяких тут элементах и неокрашенном пластики. Как можно подытожить видео по этому кубику. Хороший ли это кубик? Это кубик отличный. Он простой. Он отлично вращается. В нем есть все, что нужно. Можно было бы его цену уменьшить за счет того, что не класть в упаковку мешочек. Не нужную совершенно отвертку. То, что настраивать здесь нечего, да и не нужно. В крайней мере, мне не потребовалось. И возможно кубик стал бы дешевле. И стоял бы в одном ряду с Yuxin Little Magic Milong 3M ну и быть может Диан Шенх посмотрим, что там приедет. Как это будет. Лучше ли этот кубик, чем Yuxin Little Magic Milong 3M Yulong 2M и Thunderclub 3M? Мой ответ да. Мне этот кубик понравился больше не сразу. Спустя 700 сборок он либо притерся, либо я к нему привык, либо мое меру ощущения на тот момент изменилось и он всегда был хорош. Но сейчас я считаю, что Guhong V4M лучше бюджетных кубиков, которые в полтора раз дешевле его. Это не всегда так бывает. Это как раз вот та средняя ценовая категория, про которую многие вспоминают и причисляют к ней какие-то давно устаревшие магнитные кубы. Кстати, не раз меня спрашивали хороший ли кубик MGC V2. Нет. Это устаревший и ненужный куб. И то, что он дороже, чем Yuxin Little Magic не говорит о том, что он его лучше. MGC V2 никому не рекомендую. Кубик 3х3. MGC 3 light еще куда не шло. Неплохой куб. Но опять же, Yuxin Little Magic Mio 1 3m глянцевые и матовые кубики для бюджетной категории отличные варианты. Можно и купить Guhong 4m. Есть у него младший брат поменьше. Не рекомендую, если вы не ребенок, не любите очень маленькие кубы. Может быть для ОХ кому-то. Полноценная версия. И одной рукой собирать хорошо. И двумя отличный кубик. Быть может перехвалил, но кубик того стоит. Он оставил после себя хорошие впечатления, хоть и изначально немного расстроил. К сожалению, мне не удалось сделать каких-то эпичных сборок на камеру, так как я немного увлекся и оставил всего сборок 30 для того, чтобы на камеру их покрутить. Покрутил больше, но там какие-то 12 секунд только получились. Сейчас вы их увидите. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры Субтитры Субтитры